Сегодня Галине Стефанюк без малого 98 лет, а защитницей Родины она стала в 19. В мирное время в родном Ленинграде Галина Павловна работала в больнице рентген-лаборантом. С началом войны стала бойцом противовоздушной обороны. Моя работа была на крыше ловить эти зажигательные бомбы, сбрасывать их, чтобы не было пожаров. Когда ты стоишь на крыше, то смотришь вокруг и думаешь, боже мой, сколько фашистов! Сразу же они разбомбили, что вы думаете? Склады продуктов, продукты, все. Бомбили так, что все текло. Потом зимой люди в голоде собирали все, выкапывали землю, чтобы что-то там ухватить, может, какой-то огрызок где-то можно было найти. И что мы покупали? Столярный клей, отваривали его и ели как холодец. Начались обстрелы. Мало того, что бомбы. Обстрелы. Это было ужасно, это было страшно, невозможно было. И тем не менее, жизнь продолжалась. В разгар войны и блокады Галина Павловна начала переписку со своим будущим мужем, командиром роты, снайпером Алексеем Стефанюком. Кстати, позже он стал героем Советского Союза. Заучное знакомство переросло в любовь. Взяв командировку на фронте, Стефанюк приехал в город на Неве. Дело закончилось свадьбой. Это на свадьбу было. Вот кусок хлеба, булка, кажется, бутылка водки. И он приехал с товарищем. А соседка, мамина соседка, у нее где-то картошина там завалялась. Она там ее эту картошину нашла, сварили и картошину эту принесла. Другая моя подружка, она на фабрике кондитерской работала, жменю конфет принесла. Вот и вся свадьба. Ну а после снова на крыше, которые подвергались массированным бомбардировкам. За оборону Ленинграда, за освобождение Ленинграда и за снятие блокады. Эти медали Галина Павловна считает самыми дорогими. Кстати, она с детства любила петь и даже занималась в ансамбле песни и пляски, руководил которым Исаак Дунаевский. Но на 872 дня сделала перерыв. За всю блокаду не спела ни разу. И тем не менее, пережитые испытания не лишили ее таланта. В свои 98 ветеран радует своим голосом гостей Дома культуры Айлита. Но выступает она не одна. В санатории «Красный штурм», куда ее пригласили в послевоенные годы рентген-лаборантом, у нее сложился творческий союз с Георгием Павловичем Гордиенко. Участник Великой Отечественной, там работал руководителем художественной самодеятельности. В итоге спелись. Их дуэту уже полвека. И вообще, песня продлевает жизнь, утверждают ветераны. Старый солдатский вальс, память в сердцах живи. Жаль, остается все меньше нас, верных подруг фронтовых. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Жаль, меньше нас.